Здоровье нации в приоритете. Глава государства Касым Жумар Токаевым в ежегодном послании озвучены новые задачи, которые предстоит реализовать в предстоящие несколько лет. Наряду с этим будет решен ряд проблемных вопросов, в том числе и пересмотрено финансирование сферы здравоохранения. Каких изменений ожидают врачи Алматинской области и какие надежды они связывают с новым посланием, узнаем из нашего следующего сюжета. Касым Жумар Токаев Гарантированный государством и страховой пакет. Откровенно говоря, эффективность такой системы невысока. Даже страховая модель развивается нестабильно и бессистемно. Это большой пробел. Давно пора внедрить систему добровольного медицинского страхования. Поручаю правительству пересмотреть систему финансирования здравоохранения и социальной сферы в целом. Одно из поручений президента – систематизация медицины на селе. В рамках реализации национального проекта в 650 селах, где сегодня не имеется медучреждение, будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Таким образом, более миллиона граждан получат доступ к первичной медико-санитарной помощи. Также будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения 32 районные больницы. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем 4 миллионов граждан. В плане президента, где очень четко, ясно сказано по реализации национального проекта, и очень большое внимание здесь уделяется сельскому здравоохранению. Это из всего цифры сказано, значит, 38 объектов здравоохранения Алматинской области будут реализованы в течение двух лет. Это медицинские пункты, ФАПы и районные больницы. Будет строительство новое, будет открыто инсультное отделение, нейроинсультное и расширенная структура для повышения качества медицинской помощи для населения Алматинской области. Врачи Алматинской области целиком и полностью поддерживают предложенные главой государства начинания, которые, несомненно, повлияют на повышение качества медицины, в том числе и в сельской местности. Я считаю, что наша теперь роль и задача в сельской медицине развивать, именно оказывать качественную медицинскую помощь, чтобы на селе граждане не приезжали в города, в республиканские центры, а именно лечились на селе. По нашему региону сейчас на данный момент закончилось ПЗД заключение Шенгельдинской врачебной амбулатории. В Коскудуке был построен модульный блочный комплекс, которому сейчас акт приема и передачи будет, и будет оказываться медицинская помощь. В Кирбулаке тоже запланирован модульный блочный комплекс. То есть, вот именно те слова, которые говорил президент, эти слова идут в деле. Я считаю, что это все правильно, так и должно было. Возрождать надо сельскую медицину. По указанию главы государства на периферии будут строиться различные медицинские учреждения. Это и фельдсерско-акушерские, и модульные пункты. Мы, как молодые врачи, с радостью принимаем эти изменения. Ведь с внедрением новых медучреждений увеличится количество рабочих мест, в особенности для молодежи. Им не придется покидать свои села, а можно найти работу по месту жительства. В сравнении с прошлым, в нынешнем послании не так много плановых задач в отношении системы здравоохранения. Однако все они направлены на ее всестороннее развитие, в том числе и телемедицины. Также при вузах будут открыты многопрофильные больницы и клиники. А в ближайшие три года количество грантов на резидентуру увеличится до 70%.